Я исчерпываю еще другое выступление, поэтому я таки сделаю ряд заметок на полях. Вот, было сказано о 10% которые уже сейчас готовы за нас проголосовать. Почему, собственно, 10%? Почему эта цифра сейчас на данный момент? Она, конечно же, мы все понимаем, может быть больше. Объяснение это достаточно простое. Большинство населения России еще не осведомлено о том, что произошло вот это самое замечательное, удивительное и крайне важное не только для нас, а для истории России объединение. Просто люди про это в своих беремнях, в своих моногородках, в своих городских окраинах, они просто не знают, что есть команда, где не только Миронов, Сенигин, Брилепин, но и Михеев, и Гартунг, и Шерин, и Николай Стариков. Мощнейшая на самом деле команда людей с удивительным, сильным, честным, прозрачным бэкграундом, которая действительно является новой на политическом небосклоне. И в этом смысле это одна из важнейших задач, насущных и актуальных, для нас просто до людей донести факт существования объединенной партии, тремя колоннами, идущей на выборы. Это очень важно. Если люди об этом узнают, почему у нас 33% населения не голосует? Потому что они всю жизнь живут при зюгарной ежереновке. Они родились при них, они взрослели, приженились, разводились, как бы там, лечили циррозы. Всегда были эти люди, понимаете? И, по сути, эти конструкции не медоизменялись. Они так или иначе существуют вот в той форме, в которой они существуют. Я с огромным уважением отношусь к этим людям, я лично всех знаю, теоретически мы с ними ругаемся в прямых эфирах. Но, тем не менее, понятно, что это не случайные люди, на политическом небосклоне. Но только наша организация является сочетанием нескольких факторов, которые я, пожалуй, сейчас назову. С одной стороны, это, конечно же, колоссальный политический опыт федерального масштаба. Я думаю, в моих старших товарищах он совершенно неоспорим. Это люди, которые уже зафиксировали себя, безотековый папа сотворил, в истории России. Это, конечно же, мощнейшая региональная команда людей, имеющих отношение к победивой России, к патриотам, которые влезательно доказывали, что они способны решать разнообразные региональные задачи и конкурировать со всеми названными и не названными политическими силами. В конце концов, вы тоже долгожители нашей политической жизни. Это важная составляющая, это важнейшая база. С другой стороны, для меня, как для человека пишущего, для человека, который имеет отношение к литературе и гиперцистике, и гурналистики, к социальной философии, конечно же, я считаю крайне важным то составляющие нашей периоды, то, что с нашей колонной пришла сильнейшая литературно-философско-политологическая команда. В состав тех людей, конечно, которые сами на этом поле отлично работали. Мы все знаем, собственно, и замечательные экономические. Так и иначе работы Сергея Михайловича Миронова и замечательные мемуарные, кстати, тоже остроумные. Я, когда Геннадий Юрьевич Смидинов в кабинете видел огромный многотопник собственно-велеческо-правовой, его работы небывалой, на самом деле, европейского уровня, тоже, конечно же, был поражен, но тоже мощнейший и блютальный вклад. И тем не менее, там те люди, которые пришли со мной, и Николай Стариков, и даже мой советник по многим вопросам, Иван Иванович Ахламысенко, который не просто актер, а автор многих книг, и весьма не глупо, честно говоря, книг, и Александр Гордопов, и так далее и тому подобное. Это пишущие люди. Это люди, которых так или иначе слушают, слышат, воспринимают страна. Я периодически бываю, скажем, на ток-шоу у Владимира Соловьева, я понимаю, что рядом со мной стоят мои однопартийцы, и это большая часть, собственно, людей, которые пришли на данный вечер. Здесь стоит Сергей Михеев, а здесь стоит, скажем, член нашего экспертного совета Дмитрий Куликов, ну и так далее, и Николай Стариков, и Кира Сазонова, наши блистательные, постоянные эксперты. И надо понимать, что, конечно же, ни одна политическая, действующая политическая партия в России, она такого состава не имеет. Ну, не имеет она, она и не способна в этом смысле с нами конкурировать. Ну, там вот Иногда, господи, Иоанн Андреевич Зюганов замечательный тоже человек, но там от него, я вижу, что Калашников ходит, видите, друзья, Жириновский сам просто тащится за всю свою партию, я, честно говоря, не знаю там никого, кроме самого Жириновского. Вот, и это нельзя недооценивать. Третья составляющая тоже крайне важная, которая для меня важна, потому что она, так или иначе, вместе с нами усилила партию, это составляющая силовая, составляющая Донецкая, потому что вот наша часть, наша составляющая за правду, она была создана, по сути, на Донбассе, из людей, которые работали рядом с Афганибесом Александром Захарченко, из полевых командиров, из министров Донецкой народной республики. И здесь очень важное замечание я хочу сделать. Дело в том, что когда совершались контрреволюции в Донецке и Луганске, они не предполагали еще, какую экономическую модель они выберут для себя. И когда в процессе войны, в процессе перрора со стороны Киева начали выбирать экономическую модель, это происходило у меня на глазах, и, собственно, я так иначе в этом участвовал, логическим, органичным образом была выбрана левая модель. Вот у Александра Захарченко покоили, он вообще человек, ну, не левый взгляд был, прямо говоря, выросший, там, он был мой ровесник, выросший в 90-е годы, занимавшийся бизнесом, то есть у него было представление плюс-минус, как у всех людей, вот этого поколения, о том, что вот рынок и все прочие инструменты, они действуют и рабочие. Но когда страна попадает в кризисную ситуацию, выясняется, что все это не работает. Он говорит, ну, бизнес, там, да, вроде все они рядом, все знакомы, такая большая территория, они в состоянии войны принимают цены, они совершенно не думают о жизни государства, они думают о жизни населения, они думают о барне, ничего не будет, они там не озабочены исключительно прибыли, хотя вся подельность и хорошие мужики. И в этой ситуации он был выбран, просто неизбежно была выбрана социалистическая модель, которая, как оказалось, только она и работает, левая модель, только она и работает. Да, там с некоторыми оговорками не все получалось, но тем не менее я это увидел своими глазами и был поражен. Потом мы, конечно же, все это заметили во время коронавируса, во время ковида, когда вся эта пресловутая западно-рыночная модель, либеральная, неолиберальная, когда вся она оказалась смехотворной в течение нескольких месяцев. Никакой помощи безопасности, никакого базиса, никакой мелкий и средний бизнес, никакой социально адаптированный бизнес, никакой без помощи государства не способен это самое государство содержать. Я при этом, конечно же, ни в коем случае не хотел бы учинить и унизить людей, имеющих отношения к бизнесу. Я сам им занимался и занимаюсь долгое время, и неплохо понимаю, что это такое. Но тем не менее мы взрослые люди, мы понимаем, что государство – это мощнейшая, сложнейшая машина, которая нуждается в том, чтобы все ее ресурсы основные были направлены на ее развитие. Никаких сверхбогатых, никакого списка форсов, никаких сырьях, никакого безобразия не должно быть в стране, которая ставит перед собой такие цели, в стране, в которой такое количество бедных, нищих. Поэтому вот эта составляющая боевая, составляющая силовая, составляющая, которая в кризисной ситуации работала, и тоже усилила наша организация, она тоже очень важна. И всех этих составляющих ее нет, их нет. Их нет в этих замечательных организациях, которые представляют наши конкуренты. Вот, ну, замечательный пример привел Сергей Михайлович по поводу ЕГЭ. Да, это мы первые, Сергей Михайлович, потом мы поддержали эту идею, продвигали ее с нашим старшим товарищем, Владимир Владимировичем Меньшовым, мы с Иваном Ахлобыстым проводили большую конференцию по этой теме, мы его всколыхнули. Я смотрю, как же все, Единая Россия уже начинает с ней работать, и Петр Голстой тоже был замечательный товарищ и приятель. Все, они уже говорят про Игорь, и мы только рады, конечно, ради Бога, если это по благу страны, берите это. То же самое произошло и с Донецкой правлением. Сергей Михайлович Мейронов, партиз против России, и он тогда еще, в самом начале, поддержал, независимо из Минско-Луганской областей. Мы там и там работали. Несколько месяцев назад мы стали проводить конференцию, провести конференцию, очень важную, очень нужную, о том, как Донбасс будет голосовать в текущей ситуации. Придумали разные формы, потому что там сейчас 800 тысяч людей, которые проголосуют, а будет до 4 миллионов со временем. Ну что мы видим? Тут же Единая Россия, откуда ни возьмись. Появил турчак, поехал на Донбасс, с дай богом и здоровья. Я не скажу, что это наше, территория нашей работы. 7 лет в них там не видел никто. Никто, ни в какой бинополь, в окуляр, в глухую, не могли рассмотреть никакую Единую Россию. Приезжал, помогал в праведливой России, конечно же, в первую очередь. Мы, думаю, были лияты коммунисты, Леша Журлев был из родины. Этих не было вообще никакого рода, потому что, ну то есть они не знали, им же никто не сообщил, что там будет Донбасс, как будет он дегализован, будет он признан. Ну все понятно, да, все у нас с людьми, понимаем, все, отдаем себе очки. В праведливой России работал на бережение, мы вообще работали там, позиция патриотов тоже понятно, да, и очевидно. Вот, и мы, вы заявили, они начинают, что это, приватизировать, говорят, что нет, надо, ради Бога. У нас много идей, у нас много идей, наши идеи, ну в самом лучшем, в самом полном смысле, радикально, потому что все равно они не будут идти до тех степеней ни по вопросу пенсионной реформы, ни по вопросу Донбасса, ни по вопросу ЕГЭ, ни один из наших конкурентов на политическом поле не сможет так последовательно проговаривать те вещи, которые мы проговариваем. В конце концов, мы реально действующая социалистическая партия, каковую не может себя представлять ни ЕГЭ, ни тем более ЛДПР. С КПРФ у нас отдельные долгосрочные планы, и, безусловно, конечно же, большая, действенная, левая конструкция, которая будет являться в большинстве в парламенте, это огромная перспективная цель, к которой мы идем, и которые неизбежно реализуются. К этому просто взывает население России. Население России... Спасибо. Население России совершенно верно заметил. Они не знают о нашем существовании, но они по типу мышления, они, безусловно, люди левых убеждений. Нас, если кого-то пугает, не должно пугать симпатии населения, скажем, к товарищу Сталину или к Ленину, которые на самом деле огромные, самые известные действующие политики в России, на виду с Путиным. Потому что Сталин для населения это даже не столько конкретный человек, столько страшный сон буржуа. Он говорит, Сталин придет, вас всех накажет за ваши яхты, за ваш разврат, за ваш порог, за ваше безобразное телевидение, за ваше воровство, за вывод денег, за все остальное. Это символ, люди к нему обращаются. И, безусловно, все основные символы, которым люди апеллируют, начиная от победы и космоса, и бесплатной медицины, бесплатного образования, и т.д. и т.п. Это символы, символы советские, символы социалистические, это только там мы можем оглянуться. И мы реально действующие наследники этой парадигмы. В том числе, я еще раз возвращаюсь в смысле литературном, потому что я пришел в политику с этим бэкграундом и как бы, и как человек, который наследует принципом, сформулированным, сформулированным Максимом Горьким и с Сергеем Есениным, Маяковским, Шолоховым, всей этой великой приятной. Я совершенно спокойно говорю, что я в политике собираюсь реализовать те вещи, которые завещала русская классическая литература XX века, советская литература более того, как закалялась сталь. И поясы настоящего человека, это те образцы, которые мы неизбежно будем наследовать и которые неизбежно будем реализовывать. Ну и, честно говоря, положу руку на сердце, ну неужели подобные вещи могут серьезно произнести люди из Единой России или из ЛДП? Вот Жейнов смыть и скажет, я хочу как закалялась сталь что-то делать. Он разорвет на части просто, если он про это скажет. Потому что это не так, это неправда. А мы можем об этом говорить, и это и есть правда. И люди это понимают, люди это слышат, люди на это реагируют, надо до них просто донести эти простейшие вещи. Сказать, что мы отсюда, мы из той же самой парадигмы мыслительной, человеческой, социальной, из которой ты, дорогой русский, советский человек, мы собираемся сделать ровно то, о чем ты мечтал, и что тебе необходимо. И, конечно же, не только стоит упомянуть радость населения России, или хотя бы надежда населения России в связи с нашим объединением. Есть, конечно, еще один фактор, который мы не можем не заметить. Это необычайное возбуждение наших названных и неназванных конкурентов. Ну, то есть, может быть, там как бы в верхах все себя более-менее прилично ведут, но люди, которые наблюдают за событиями, они видят, что происходит в социальных сетях. В Ютубе, там, и прочих вещах, количество разнообразных фейков, грязных роликов, вбросов, безумной, анабальной, некрасивой, липовой информации по нашему поводу возникает кто здесь, кто там. Это, конечно же, показатель нашей необычальной состоятельности. Но они просто не обешали, потому что все то, что я вам проговариваю, они знают. Они знают наш интеллектуальный, политический, дипломатический, силовой и прочий ресурс объединенный. Они в этом догадываются, и это уже стало для них предметом серьезнейших опасений, потому что очень многие игроки, которые шли собственно к тем же результатам, которые мы имеем, они явно не получают, а многие действующие деятели, в том числе и парламент, они просто из него вылетят, потому что мы мы войдем. И, конечно, это вызывает на случайную зло. Ну, то есть, я поначалу я даже был как если хошарашить, я не знаю, что происходит, что-то каждый день выходит по 3 каких-то безумных ролика, у меня дети, в конце концов, читать, все умеют, смотрят эти все это чепухов, или время тренинг попадается на глаза неизбежно. Вот, я, кстати, спросил у вашего, у моего товарища, который очень забереживает нам и болеется у нас, вы знаете, его зовут Карен Георгиевич Шахназаров, замечательный русско-советский режиссер, и мы говорим, вот, ну, как бы, пожаловался так, он посмотрел на меня иронически, так своим представителем армянским аристаллическим взглядом, он говорит, Закар, это, как бы, о чем ты говоришь, это французский двор, это Дюма, ты достиг со своими товарищами, с вашей коалицией, с вашими, безусловно, с яркой перспективой, вы достигли сверхуровня, вы находитесь на предпоследней ступени, конечно, вас будут жрать просто всеми зубами, вас будут пытаться задушить на подходе, потому что таких шансов, которыми обладаете вы, этими шансами не обладает больше никто в России, ну, то есть, реально просто больше никто, я не буду называть там игроков, которые пытались создать подобные действующие коалиции, как у нас, и у них ничего не вышло, а мы вот, как бы, на старте, мы на старте, и у нас сверхсерьезные возможности, конечно, это будет происходить, и конечно, ты должен этим гордиться, сказал Неверок Харм Георгиевич, поэтому я призываю вас не огорчаться по некоторым поводам, а гордиться, потому что мы самый серьезный игрок действующей политической системе, у нас самые большие перспективы, причем перспективы главного нашего понятного «Единой России» зависят, прямо говоря, от того, сколько они смуглюют, администрируют или страдят государственные денег на собственный пиар, а наши перспективы зависят только от того, насколько быстро мы донесем до людей, что мы существуем. Понятное, это совершенно разные процессы, то есть мы обращены к правде, к слуху, к сознанию наших граждан, а они обращены к новым, разнообразным возможностям манипуляции. Вот в чем разница, поэтому их там 30%, они неизбежно будут идти к снижению, а наши 10-12% это действительно задача 15, это минимальная, они должны идти на повышение, потому что народ ждет нас, он заждался нас, он затаил надежду о нас, что мы те, за кого мы себя выдаем, что мы и есть самая реальная, действующая социалистическая партия в России, реально действующая левая сила, у которой есть все для победы. Спасибо.